ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает почти В России может быть налажен импорт автомобильных шин из Ирана По мнению специалистов, эти покрышки обладаются неплохим качеством, так как изготавливаются по западным технологиям Например, иранский бренд Пирожи сотрудничает с Пирелли, а Баррес с немецкой Континентали Кстати, у ушедшей из России финской компании Nokian Tires остался завод в Ленинградской области Производство шин, по словам местных чиновников, там может возобновиться в ближайшее время, но под другим названием Проблемы, однако, вероятно, возникнут со сбытом продукции Более половины выпускаемых там покрышек поставлялись за рубеж Трасса 101 В Саратове хотят ввести штраф за оставление велосипеда, электросамоката и других средств индивидуальной мобильности в неположенных местах К ним относятся, например, тротуары шириной менее полутора метров, цветники, мемориалы и места воинских захоронений Размер взыскания от 500 до 1 тысячи рублей, при повторном нарушении до 5 тысяч Автор инициативы, один из саратовских депутатов, считает, что ее следует реализовать на территории всей страны Трасса 101 Жительница Санкт-Петербурга разбогатела на дребезжащем глушителе Неприятный звук появился во время эксплуатации кроссовера Hyundai Creta, принадлежащего женщине Дилер корейской марки отказался устранять неисправность по гарантии Тогда Петербуржинга обратилась в суд В своем решении он постановил взыскать с продавца первоначальную стоимость автомобиля 1 миллион 200 тысяч рублей, сумму, на которую машина подорожала, неустойки, моральный вред и так далее В итоге набежало порядка 9 миллионов рублей Трасса 101 Автоваз собирается наладить выпуск электрической версии Lada Largus Производство, возможно, стартует в Ижевске в следующем году По словам представителей компании, это будут как пяти, так и семи местные автомобили, а также фургон Запас хода у первых составит 350-400 километров на одном заряде У второго 250 Сделано это для увеличения грузоподъемности Она будет на уровне 800 килограммов Примерная стоимость зеленого Largus пока не озвучивается Заводские цены на обычный универсал сейчас начинаются от 1 миллиона 301 тысячи рублей Трасса 101 Почти 60% мужчин в России умеют водить автомобиль Среди женщин показатель находится на уровне 40% Это выяснилось в ходе опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения Также социологи выяснили возрастную группу, представители которой чаще всего располагают водительским удостоверением Это граждане в возрасте от 25 до 34 лет Водительский документ отсутствует только у каждого четвертого из них Меньше всего водительских удостоверений в возрастной группе 60+, Почти две трети ее представителей с автомобилями не дружат На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова Подписывайтесь на наш телеграм-канал Трасса 101 До свидания Трасса 101